Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пименко. И сегодня мы поговорим с вами на тему, которая, наверное, волнует многих. Не все, правда, говорят об этом, не все иногда это замечают, но так или иначе, мне кажется, что каждый человек в своей жизни с этим сталкивается или, возможно, столкнется. О чем мы будем говорить, вы узнаете чуть позже, после того, как я представлю наших сегодняшних гостей. Это настоятель Преображенского храма поселка Красково, священник Илья Семенов. Здравствуйте, отец Илья. Мы уже с вами не первый раз встречаемся. И рад представить вам Ирину Аракчееву. Это социальный работник, координатор группы «Милосердие» и сотрудник медицинского центра «Марфа Майоринской обители». И тоже касается Преображенского храма поселка Красково. Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте. Вот ключевое слово «милосердие». Оно очень похоже на такие слова, как «духовность» и многие такие, которые нечасто, к сожалению, у нас воспроизводятся, например, на телевидении. Сейчас немножко другое время. И вообще слово «милосердие» наверное каждый понимает по-своему. Да, совершенно верно. И действительно, это слово, оно как бы сразу нас нацеливает на восприятие вот этого внутреннего какого-то движения или внешнего действия, как связанного с чем-то центральным в человеке. В человеке очень важный орган, не физиологический даже, а такой духовный – это сердце. Поэтому «милосердие» – это некая деятельность, действительно, сердце, деятельность души, которая исходит изнутри, которые вроде бы говорят о том же, но на самом деле нет. Это, например, жертвенность или жертва. И мы с вами понимаем, что в современном мире достаточно часто можно увидеть различные формы жертвенности. Но порой они бывают внешними, и порой они бывают мотивированы чем-то невнутренним, несердечным. Вот здесь сразу хотелось бы сказать, что это именно сердце, это именно веление сердца. Но опять-таки, какого сердца? Что значит «милосердие»? Милосердие, оно возможно только изнутри любви. Поэтому, говоря о милосердии, связанном с христианством, с православием, конечно, мы должны вспомнить самую главную заповедь, которую Господь нам с вами предлагает. Это заповедь любви к Богу и любви к ближним. Поэтому милосердие – это как бы исполнение этой заповеди, исходящее изнутри человека. Примеров такого милосердия много. Мы с вами знаем таких очень известных людей, и даже их образы стали настолько популярными, правда, в искаженном виде. Это святитель Николай. Вот в декабре у нас память святителя Николая, 19 декабря. Он как раз пример такого милосердия. И, собственно говоря, все, что потом произошло с его образом рождественским, когда он стал Санта-Клаусом, и когда дело пошло о подарках, это, конечно, имеет корни именно милосердия самого святителя Николая. Другое дело, что, к сожалению, это вынеслось на поверхность, потому что теперь в Рождество чаще всего ждут подарки, а не хотят их подарить. А смысл-то как раз дела святителя Николая, его милосердия – это именно дарение подарков. И более того, просто хочется эту черту отметить, что втайне, дарение втайне, не в том смысле, что ты подписал кому-то подарок. И тем более ты его не ждешь, а ты даришь сокрыто. Ирина, как вы понимаете милосердие, и почему сегодня под словом милосердие… Вот нет у нас государственной службы милосердия, например, официальной. Есть там социальная служба. Вы социальный работник. Что такое милосердие для вас? Для меня, в первую очередь, это помочь тем, кому это действительно нужно. То есть социальный работник, который государственный, так скажем, он приходит и делает это его работа, он делает это за деньги. Мы это делаем только потому, что нам это нравится делать, нам нравится приносить людям радость, нам нравится видеть их улыбки, их счастливые глаза, лица. Мы часто видим такую картину. Лежит человек на улице. Иногда кто-то подойдет, ну, пьяный. А, ну, и пусть и лежит. А некоторые люди вообще проходят, боятся, потому что, как бы, вот я подойду, а что я буду делать? Даже если не пьяный, а простой, такой же, как ты, вот просто что-то случилось. Ну, то есть не хочет в эти проблемы вообще вникать. К сожалению, это очень часто происходит. А есть люди, которые никогда не пройдут. Почему тогда мы можем делить людей на милосердных и на немилосердных? Или нельзя так поделить? Поэтому действительно, как бы, социальная работа за деньги – это одно. А помощь, как бы, бескорыстная – это другое. И здесь нужно не забывать, что Ирина – человек православный. Она, как бы, в приходе. Марфа-Маривинская обитель – это тоже, ну, такая религиозная община православная, христианская, преображенский храм, в котором она координатор группы милосердия. Тоже, конечно, вот такая религиозная община. И в этой религиозной общине у нас есть тот, на кого мы смотрим – это Христос. То есть это тот образец жизни, к которому мы стремимся. Мы стремимся уподобиться Христу. Не внешним образом, самое главное. Не просто как-то имитировать какие-то поступки, а внутренне. И, конечно, он нам показывает жертвенную любовь. Поэтому здесь некое внутреннее возрастание человека, когда он действительно не может пройти. Понимаете, здесь понятно, что есть люди, которые как-то по устроению расположены к милосердию. Есть разные. Люди рождаются, у них разное воспитание, разное какое-то внутреннее устроение. Возможно, они расположены. Но не все. Как вы сказали, действительно бывают совершенно другие условия, когда, наоборот, человеку жизнь приводит в состояние какой-то боксерской стойки постоянной. Он не доверяет никому. Он думает, почему я должен, это мне должны. Осуждает. Сердце его грубеет. Но вот христианство как раз, оно и заставляет сердце человека открыться, открыться своей любовью, когда он не сможет пройти мимо. Поэтому бывают естественным образом люди открытые, но вот они еще не испорчены. Ну, как бы не закрылись, не огрубели их сердца. Они даже и без христианства не смогут пройти мимо. Но христианство, оно помогает. То есть православие, оно помогает. То есть милосердие заложено внутри. Милосердие заложено как деятельность, нормальная деятельность человеческой души, человеческого тела тоже. Я тут, опять же, подхватываю, потому что мы же знаем, сейчас и с каждым годом уже прошли те времена Советского Союза. Огромное количество людей, которые пускай не приходят в церковь каждый день, но они считают себя абсолютно православными людьми, честно празднуют. Некоторые даже постятся, и даже постятся уже не из диетических соображений, а именно как-то там духовно. Но тем не менее, все равно у них нет еще вот этой силы. Вот Ирине вопрос. Как удается... У кого-то действительно это идет сразу от себя, а кому-то надо перестроиться. У кого, как говорится, грубое сердце, а потом оно вдруг раз и почему-то становится не грубым, и даже не мягким, а таким открытым. И когда... Мы же знаем массу историй, когда люди совершали какие-то не очень хорошие поступки. А вдруг потом раз человек и не только сам меняется, но и начинает участвовать в этом проект. То есть я так плавно захожу в историю, кто эти добровольцы, кто эти люди, почему они к этому пришли. Наверное, их к этому ведет Господь, на самом деле, потому что Он ведет всех разными путями, и каждый приходит в свое время тогда, когда Господь его приведет. И у каждого своя история. Кто-то приходит с малых лет, кто-то выходил с мамой, с бабушкой, вот как Елизавета Феодорна, которая основала Марфомариинскую обитель, то есть ее учили этому с детства. Кто-то приходит позже, то есть по призыву Господа, кто-то приходит о вскормных обстоятельствах, кто-то приходит тоже от радости, от благодарности. У каждого своя дорога. То есть даже по биографии каждого человека можно такой даже срез сделать людей. Почему? Потому что я к чему веду? Все равно даже тот, кто проходит, придет время, возможно, что он тоже станет милосердным. Правильно я понимаю, отец Иль? Ну, будем надеяться. В каждом, по идее, это должно быть заложено. Понимаете, здесь вопрос любви и понимания того, что твоя жизнь, она не только на тебе сосредоточена. Если ты душой болеешь от других, ну вот как, например, понятно, что мы должны начинать с малого круга. У нас есть семья. Порой бывает, что нам сложно заботиться даже о наших сродниках, ну, о наших родственниках, там, родных. Мама престарелая, там, папа престарелый, например. Вот. Многие люди, мы знаем с вами, что на Западе это распространено, отправляют своих пожилых родственников в какие-то дома престарелых, чтобы они не мешали им жить. Да, да. Потому что жизнь свою они понимают как свободу индивидуального существования. Для себя, да. А в том-то и дело, что такое общинное сознание христианское, оно предполагает, что моя жизнь, она непосредственно связана с жизнью других. И их радость – это моя жизнь. Радуйтесь с радующимися. И моя помощь – это не отрывание от себя. Это как бы радость. Конечно, не будем кривить душой. Здесь не только радость. Конечно, здесь и жертва. Ну, потому что не хочется порой делать то-то. И вот тоже хотел добавить к словам Ирины. Вот эта деятельность в группе «Милосердие», она, конечно, особое призвание. Потому что у христианина может быть разное призвание. Я просто знал таких людей не по Преображенскому храму, а тоже имел возможность контактировать с некой группой «Милосердие» в храме Ильи Пророка в Обыденском переулке в Москве. Там образовалась такая группа, которая помогала людям, которые каким-то образом остались на улице, выжить. И более того, реабилитироваться и духовно, и социально. То есть был автобус целый, нанят. Ездили по вокзалам. Вот сейчас у нас холодно, начинается холод. Ну, вообще, как бы зима наступила. И, конечно, это особо такое страшное время для бездомных. Вот был такой автобус, была такая группа, которая помогала этим людям. Устраивали в больницу, особое было отделение, батюшка, который туда ездил. Люди приходили, беседовали, находили родственников, восстанавливали документы. И я просто к чему говорю? Что были люди, которые включались в эту деятельность, но не могли это понести. Слишком тяжело. Тяжело, да. Понимаете? То есть здесь особое тоже призвание. У каждого оно свое. Но это особое призвание, конечно, любви. Вот, поэтому это сложное дело, но очень достойное и благодарное. Вот вы, кстати, вначале сказали, а есть ли какая-то корысть в этом? Помните, вы говорите? Потому что есть люди разные, они как бы думают, что, ну, хорошо, материальной вроде бы такой стороны нет. Что у меня с этого будет? Может быть, какая-то духовная корысть. Но, понимаете, как бы, безусловно, тут Господь дает благодать. Но дело в том, что действительно он воздает. И я просто как бы и по собственному опыту, и по опыту тех людей, с которыми я общался, я могу как бы однозначно свидетельствовать, что происходят чудесные какие-то события. Когда ты в полном, вымотанном состоянии, и вдруг тебя кто-то вечером просит что-то помочь. А ехать нужно на другую, конец города, например. И ты понимаешь, что у тебя так-то было желание только дойти, выпить там чашечку чая и уснуть. Но ты едешь. И вдруг, ну, чудесным образом, вот Господь дает силы, они вдруг появляются. И появляются причем такие, что ты не только съездишь и приедешь, а еще дома там кучу дел переделаешь. Ну вот сейчас сделаем небольшую паузу. Напомню, что речь у нас идет о милосердии. И если позволите, вторую часть начнем с того, что узнаем конкретно, вот чем занимается группа милосердия, по крайней мере, на сегодняшний день. Это программа «Открытый диалог». Дождитесь. Напомню, что это программа «Открытый диалог». Священник Илья Семенов, настоятель Преображенского храма поселка Красково, а также Ирина Рокчеева. Тут тоже у нас присутствует, которая возглавляет группу милосердия, является координатором Преображенского храма в Красково и еще медицинского центра Марфа Майринской обители. И речь у нас шла, мы в первой части вообще попытались понять, что такое милосердие, хотя, казалось бы, все понятно, но, тем не менее, все надо разъяснять. Такое сегодня время. Ирина, а теперь хотелось конкретики. Вот есть группа людей. Во-первых, сколько людей? Я так понимаю, что это даже несколько каких-то организаций. Одна при одной, другая при другой. Может быть, как-то люди перетекают. Вот немножко о структуре. Такое, может быть, слово не совсем духовное, но, тем не менее. Ну, может быть, я вначале расскажу о нашей группе, а потом о структуре, которая гораздо шире. Ну, в общем-то, любая группа милосердия, наверное, призвана помогать, в первую очередь, малоимущим, многодетным, немощным каким-то людям, которые оказались в тяжелой ситуации. Ну, естественно, нужно понять, насколько человеку нужна эта помощь, оценить ситуацию и уже как-то определить те силы, которые смогут восполнить эту недостачу. Ну, вот сколько человек у вас? Так скажем, у нас есть активное, да, костяк этот человек, 12, и плюс мы еще привлекаем. 12, это уже число, да. Да. Так, хорошо. А 12 человек. Вот вы, например, как вот узнать, да, ну, есть люди, которые, да, со времен самого раннего православия, да, вот возле церкви они есть. Там, кстати, не всегда малоимущие сейчас уже. Как вы находите этих людей? Или они как-то к вам обращаются? Кто эти? На самом деле люди обращаются тоже. Люди идут, когда у них беда или что-то им нужно, они приходят в храм. И мы тоже проводим опрос. Кстати, вот есть проблема в этом такая, что не все люди, которые в чем-то нуждаются, готовы в этом признаться. А некоторые, которые привыкли помогать, они наоборот молчат о своих проблемах. Поэтому мы опрашивали даже вот в первую очередь своих прихожан, спрашивали, нет ли у них там соседей, которым нужна какая-то помощь. То есть такой небольшой опрос мы тоже, в первую очередь, с чего мы начинали создание группы, это мы сделали анкету, распространили ее на приходе, написали, в чем вы можете помочь, там перечислили сколько-то пунктов. И если вы в чем-то нуждаетесь, тоже там было несколько пунктов. То есть два направления. Одно – это поиск людей, которые нуждаются, а второй – даже не поиск, а предложение для людей, которые готовы принять в этом участие, в помощи. Это еще, я так понимаю, происходит на фоне того, что и в светском обществе появилась необходимость в волонтерском движении, в добровольческом, как вы говорите, или в добровольном, как у нас говорят, много всевозможных названий. Но, значит, есть в человеке у нас вот это желание помогать. Кто-то это делает действительно потому, что он по-другому не может без этого жить. Но, вот вы как священник, когда вы видите, что это же происходит внутри храма, возле храма, и даже не в ближнем круге, а где-то в дальнем круге, то есть получается, что в данном случае церковь выполнила свою миссию. Люди сами к этому пришли, их не нужно было сильно подталкивать. Правильно я понимаю? Да тут дело в том, что людей вообще не нужно подталкивать. Подталкивать их вообще не нужно. Они должны сами увлечься. То есть причина должна быть не действующая, то есть их не толкать надо, а они должны к чему-то потянуться сами. Она должна быть целевая, как у Аристотеля. Помните разные причины? Они должны потянуться к этому благу. Они должны почувствовать, что они по-другому не могут, как мы здесь с вами говорили. Понятно, что это как бы не сразу происходит. Понятно, что мы с вами сейчас говорим, вроде рисуем такой идеальный образ. Во-первых, хотел бы тоже для наших зрителей и слушателей сказать, что поэтому мы пришли сюда вдвоем, чтобы не показалось так, что я говорю одни лишь теоретические какие-то вещи. Действительно, у нас реальная группа помогает реальным людям. Понятно, что это сталкивается, сталкиваемся мы с реальными проблемами и пытаемся выходить на реальных людей. Вот вы сказали, что священник, он видит. Он действительно видит, и он тоже может направлять эту группу милосердия в определенное русло. Ну, например, священника зовут часто причастить, поисповедовать домой люди, которые не могут прийти в храм. И священник, приходя к ним домой, он видит обстановку в доме. Иногда бывает, придешь, но действительно видно, что старенький человек плохо видит, ему даже сложно пыль с икон убрать. Не потому, что он с небрежением к ним относится, а просто он не может. И понятно, конечно, самому священнику тоже сложно, у него не так много времени, чтобы заняться этим всем. Поэтому община, которая в храме, она как раз естественным образом и направляется на это дело – помочь. Тоже человеку нужно помочь. Или, например, спрашиваешь, а кто вам помогает? Есть у вас родственники? Кто-то говорит, что да, есть, но они не очень часто приходят, и продукты, может быть, нужно купить. То есть, понимаете, здесь такой естественный процесс внутренней жизни. Как ее ни назови – социальная жизнь в храме и вокруг него, либо организация этой жизни. Здесь, опять-таки, хочется сказать, что организация, она как бы изнутри должна происходить. Понятно, что у нас есть координатор. Да, ну это понятно. Ирина, вот скажите, а ваша персональная координатор – это же какая ответственность? Мало того, что это ответственность за коллег, которые этим занимаются, но это еще ответственность за каждого того человека. Мы же прекрасно понимаем, что те люди, которым помогают, кто-то это принимает с открытым, что называется, сердцем, опять же, да. Кто-то чувствует… Ну, в общем, это такая еще психологическая работа огромная. Вот в чем здесь сложность, может, простого человека, который, вот то, что говорил отец Илья, что не каждый потянуть может, а вы потянули? Сложно сказать. Это я вас как бы сразу похвалил и вопрос заданный. Чем я вас могла потянуть? Видимо, люди тоже к этому стремились сами, скорее всего, что им достаточно было сказать, что нужна такая-то помощь, и они быстро отозвались и как бы… Ну вот сегодня прихожане к вам могут к Ирине Рокчеевой обратиться, да, в Красково сказать, я тоже хочу участвовать. Вот я посмотрела по телевизору, хочу участвовать, готова помогать или готов помогать? Конечно, пожалуйста. У вас какие-то заседания, как это проходит, как процесс идет? Ну, на самом деле, мы сейчас больше общаемся в WhatsApp, поскольку у нас уже с 20-го года все это дистанционно. У нас есть группа «Просто милосердие», есть группа «Милосердие инициатива», где мы вот такие вот вопросы решаем организационные, как, что вместе, кто за что возьмется, кто в каком направлении сможет помочь. Вот. А обратиться куда нужно? В храм обратиться? Обратиться можно в храм. Причем я дополню, не обязательно к нам обращаться в храм, потому что в Люберецком благочине, у нас в Люберецком округе городском достаточно много храмов, и в каждом храме, в Преображенском соборе, например, и в других храмах есть свои группы «Милосердие». Можно обратиться туда, где ближе. Вот. Всегда как бы они примут и очень рады, если какая-то помощь. помощь со стороны людей, которые хотят эту помощь оказать, будет оказана. Но самая главная помощь, она не материальная, конечно, как мы с вами понимаем. Она именно помощь временем, силами, неким внутренним, ну, душевным состоянием. Вот еще, опять-таки, возвращаясь к координатору нашему, который вы здесь видите, и координаторам других групп «Милосердия» в других храмах, я просто хотел сказать, что здесь еще какая у них важная деятельность? Нужно увлечь. Понимаете, это очень важно, это очень сложно. То есть нужно зажечь. Люди, они вроде бы хотят помогать, вот мы тоже это уже сейчас обсудили, но нужно как-то так попросить, что-то такое предложить, чтобы захотелось это делать. Внешне, конечно, у нас есть и в рамках епархии даже, и в Люберецком благочине определенные предлагаемые формы. В определенные дни, года у нас есть разные так называемые акции. Ну, тоже слово такое немножко бездушное, но предполагающее некую деятельность, некую активность. И главным образом, конечно, опять-таки, сердечную. Ну, и внешнюю. Вот, например, согреем детские сердца. Вот мы, в частности, нашей группы «Милосердия» посещаем социальный, как называется, социальный реабилитационный центр Люберецкий в Томилино, вот на улице Крымзина, где детишки, там они нуждаются, конечно, в помощи. И помимо общения с батюшкой, конечно, это какие-то мастер-классы, нужно детям что-то показать, как-то их увлечь, подарить им подарки потом. И подарки мы уже поняли достаточно давно, что подарки не должны быть какими-то одинаковыми, тоже бездушными. Поэтому мы, например, группа «Милосердия» узнает, какого возраста детишки, мальчик, девочка, чтобы они почувствовали. Они же очень как бы обделены. Вот так же и престарелые бабушки, дедушки, они тоже требуют участия. Например, сейчас вот «День инвалида» у нас тут, тоже такая, ну, направляют нашу деятельность, как бы. И, конечно, вокруг нас тоже много людей, которые чувствуют свою ущербность, которые как-то не могут себя проявить полноценно. Вот мы им тоже помогли. Да, последний вот вопрос такой к Ирине и к Ацуиде, потому что уже время, к сожалению, хотя о «Милосердии», наверное, можно говорить бесконечно. А есть же люди, которые, ну, как бы, с нашей точки зрения нуждаются в помощи, а им кажется, что не нуждаются. Ну, например, наркотическая зависимость, и все зависимости, которые идут. Вот когда, там, родители или семья трудная, да, и вот мы видим, что человек как-то теряется и так далее, но, в принципе, ему можно как-то помочь, там, с лечением еще каким-то и так далее. Вот с такими людьми вам приходилось сталкиваться работать? Ну, с такими людьми на нашем конкретном приходе не работают, но у нас в Благочине есть приходы, где с такими людьми тоже проводят занятия, причем не только с людьми зависимыми, но здесь очень важно и проводить занятия с родственниками, которые называются со-зависимыми людьми. Вот, и работать в обоих направлениях, чтобы люди, которые живут зависимыми, там уже, скорее всего, что медицинская помощь больше нужна, наверное, может быть, какая-то духовная. Но ведь медицинская помощь, одна из ее составляющих – это тоже милосердие, потому что одно дело – хороший доктор, а второе дело – это милосердный еще доктор. Тут тоже много аспектов. В общем, как мы понимаем, разговор не окончен, поэтому будем считать, что это начало только нашего такого погружения в эту тему. Поэтому, Ирина, вам большое спасибо за то, что… Вот видите, когда человек много работает, он мало говорит, да? Вот, мы прекрасно понимаем. С другой стороны, как правильно сказал отец Илья, все-таки эта работа очень часто зачастую… Ну, не кричать же о ней везде, да, на каждом углу. Мы помогли там-то, там-то. Ну да, мне хотелось бы еще, знаете, добавить. Вот в работе с людьми, конечно, очень важно понимать, что человек – это личность, которую нужно уважать. То есть вот вы говорили, да, что люди не хотят воспринимать. То есть нужно знать вот эту границу, что человеку можно предложить в помощь, а что нельзя, на что он может обидеться, что он может не принять. То есть вот тут нужно тоже чувствовать человека, чтобы его не обидеть. Ну, потому что это человеческое дело. Это между людьми. Хотя и под внимательным присмотром в данном случае, да, отца или его коллег, почему присмотр? В это слово я вкладываю именно положительную сторону, потому что иногда вот надо еще объяснить и помочь. И глядишь, человек, который был на улице и уже практически опустился на дно, как у нас это говорят, да, а потом, глядишь, через какое-то время совсем другое. И радость, да, в сердце у всех, кто участвовал в этом процессе. Большое вам спасибо. Напомню, что у нас в гостях священник Илья Семенов, настоятель преображенского храма поселка Красково, а также Ирина Аракчеева, координатор группы «Милосердие» Пребраженского храма Красково и медицинского центра Марфа-Маринской обители «Милосердие» тоже. Спасибо вам большое. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пюненко. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова